привет всем затеяли ремонт в детских в общем сейчас будем разбирать шкаф у меня тут помощница есть там помаши привет помаши привет дочь помогает мне здесь в общем сейчас буду разбирать все уже полочки все убрал еще освободили татьянка помогаешь папе разбирать да помогаешь скажи папа дочь помогаешь папе разбирать да демонтирую сейчас шкаф он мне дочка помогает начинаешь разбираю его в общем сдираем обои и начинаем делать ремонт капитальных сейчас уже вынули все вещи убрал полочки вот снял уже здесь снял уже здесь две дверки в общем без помощников мне не получается работать помощники со мной разбираем все это помощница татьяна дочь помаши привет помаши так привет нет вот так вот так помаши вот так и нет скажи всем дочь-дочь но помаши привет помаши так привет скажи house м Продолжение следует... Всем привет! Мы сейчас собрались, поедем за Надюшей. Сегодня у нас начинаются занятия. В общем, ознакомим вас. Там такая интересная программа. Собрал девочек. Лидия! Лида! Пойдемте все садиться в машину. Собрал девочек. Сейчас будем выезжать. Заберем Надюшу с садика и поедем в город. Что, в городе занятия будут все проводиться? Мама, папа! Да, дочь? Да, круто, дочь. Янечка, не бегай. Ладно, буду усаживать детишек машину. И, в общем, выезжать уже надо. Папа! Янечка, плачьи, да? Стой! Я думаю, а здесь берем, как ромашка садим. Да? Так это и есть ромашка. Да нет. Лид, постой! Иди, Надюш, все сразу побежали. И тебе хочется бежать? Да. Да? Погоди, дочь. Она рознь. Как не так, не так, не так. И тебе хочется бежать? Да и с ножками свились. Вот она, Надюшка! Привет, Надюшка! Как у тебя дела, Надюшка? Хорошо. Хорошо? Маши всем привет, Надюшка. Лид, 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 не надо только бегать. Надюш, ты так не бегай, дочь. Добрый вечер. Добрый вечер. Доченька. Как у тебя настроение? Хорошо. Ты готова? Пойдем, поглядим чего-то. Надюша. Надюша! Хорошо, Надюш, раздевайся. Сейчас подъехала здесь к друзьям на даче, там, где наш щенок черная лобая. Заходить я не стала. Почему? Потому что грипп. Я, говорю, просто подъехала, хотела вам помахать своей рукой. Они говорят, да, мы сейчас тебя выведем, его покажем. Говорит, на улице. Говорит, ладно, ничего страшного. Говорит, на улице пообщаемся. Я говорю, что заходить не буду. Потому что у нас, мы прям гриппуем по-серьезному. Что-то смотрим. Должны вывести нам собаку. Ты такой большой стал. Вообще. Коняка. Ну-ка, дай поставь, какой он это, сбоку. Собака. Ты меня узнал? Нет, мне интересно. Я тебя боюсь, если честно, такого серьезного псину. Нет, он не это самое. Он не агрессивный, да? Жор, Жор, это ж твоя хозяйка. Это ж твоя хозяйка. Ты понимаешь? Мамка родимая. Ты не помнишь меня, собака? Жор. Жор. Такой большой. Жора, а где мамка твоя? Гладкошерстный, да, он не пушистый, не это. Гладкошерстный, как и был. И так хватает шерсти. Жора. Ну, обычно он набрасывается, гавкает. Да? А тут даже не гавкаешь ты? А тут не гавкает, ничего. Странно. Сидеть. Жора, сядь. Ну, сядь. Сядь. Что, слушается, да? Лапу дай. Лапу дай. Что, можно или нет? Такой большой. Ну, дай лапу дай. Ой, ничего себе, даже лапу дает с ума. Сойти круто как. Сегодня хлеб любит. Хочет, чем мясо. Да? Это вообще прям размачивательно. Все, сейчас приезжали к папе сюда на дачу. Все проверили, все хорошо. И поедем сейчас с Рамулькой. Подъехала сейчас к магазину. Зайду, возьму хлеб. Возьму яйца и хочу взять. Крабовые палочки, майонез. Очень хочу сделать салат с крабовыми палочками. Что-то, да? Вот так нет. А, тут поветер. Что-то апельсины такие дорогие. По 100 рублей почти. Печаль. Лайм по 221 с половиной. Думаю, по 116. Дороговато, да? Наверное, возьму я пару лимонов. По 125 рублей. Ой, что-то две телеги вытачивали. О-о-о. Давайте поменяем. Вот тут есть одна. Прошлый раз покупала вот эти колготки. Классные, они мне очень понравились. Толстые, классные, хорошо носятся. Акция на яйцо по 50 рублей. Цена, представляете? Вообще круто. Творог по 79 рублей. Сейчас в магните идет просто ошеломительная акция на ламбер. Вам 550 рублей, да, получается. Килограмм вообще суперского вкусного-вкусного сыра. Вот такого. Я вам очень его советую. Таких вот курочек мы купили. И петушок, он там. Да. Какая-то живность хоть у нас теперь будет. Яички у нас будут свои. Девчонки нам будут нести. Яйцо будут нести. Мы будем счастливые. Даже погладить себе дает. Беленькая. Три беленьких, да, получается? И такие вот красненькие курочки. Не знаю, что это за порода такая. Яйца, которые привезла вот в одном инкубаторе. Это Суру, корейский инкубатор. И второй инкубатор, это птичий двор. Вот такой вот. В пенопласте он. Мне его прислали на обзор. Но забыли прислать все содержимое. То есть все провода. Все это Рома подбирал сам. Я, конечно, шокер, что если так блогеру присылаю, то как уж там тогда. Обычным людям, не знаю. Мне он, конечно, не понравился. Инкубатор. Если сюда в Суру заложил, он сам воду берет. То этот бесконечно, у него заканчивается вода. Он бесконечно истерит. Сюда заливаешь литражом. И сейчас покажу, как здесь все внутри. Вот. Вот так вот выглядят здесь яйца. Я уже такая собралась спать. У нас курочки, которых мы сегодня купили. Это курочки, люди, которые заводят здесь птицу. Они ее заводят, чтобы она понеслась летом. И потом ее рубят. А людям стало жалко. Северные люди, которые не держат ее. Несутся яички. И вот нам предложили их купить. Продали нам их. Я бы сказала, что это недорого. По 500 рублей мы купили курочек, несушек. И теперь у нас будут свои яички. Вот эти яйца, которые привезла я. Там мараны. Это темное пасхальное яйцо. Вся птица, которая это яйцо снесла. Меня тоже многие в комментариях не поняли. Оксана, зачем яйцо ты везла с Москвы? Это не просто яйцо. Это яйцо птицы, которой нет в России. Такой именно этой линии. Именно этой генетики. То есть, это птица, которая везена из Европы. Такой птицы нет. В России это шикарнейшая птица. И я очень рада, что девчонки со мной поделились таким яйцом. Это Елена Коптьева, у нее свой канал. И Анастасия Лепатова. Девчонки, огромное вам спасибо. Супер. У них, конечно, они этим занимаются профессионально. Я в свое время занималась, но уже отошла от этого. Конечно, многое я уже не знаю. Многие породы не знаю. Но по химическому составу вот это яйцо маранов, оно потрясающее. Поэтому надеюсь, что у нас вылупятся. Хотя, конечно, были, да, кто мне написали, Оксана после такой транспортировки. Как-то там то по метром с ними гоняла. То потом вот это вот туда-сюда. То там, наверное, у тебя никто не вылупится. Я, если честно, сама точно так же думаю. Мне еще Настя говорил, Оксана, помой яйца. Я противник мыть яйца. Я их не мыла. Почему? Потому что я для себя заметила, что если моешь яйцо, сразу падает процент вывода. Посмотрим, что из этого получится вместе с вами. Курочки у нас, которые будут нести яйца. И вот должны у нас будут вылупиться цыплятки. Вот такое у меня с ним получилось видео. Вставила так же, как тут Романа там немного снимал. Вставила его видео. Ну и своим. Я говорю, что мы, конечно, болеем. Слышите меня с голосом вообще печаль. Вот. Какой-то ужасный гриб ходит. Я благодарю вас за ваши лайки. И на этом пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok